Валерия Брагина Россия уступила со счетом 2-4. Реализация немножко подвела, и такие пропустили необязательные, так скажем, легкие голы. Поэтому, ну и последний там отрезок, минут 10, конечно, силенок немножко не хватило. Хороший турнир, зрители активно поддерживали команды. Мы провели свой лучший матч на турнире. Россия создала проблемы, но мы с ними справились. Сами хоккеисты отметили, что это только начало сезона и первые официальные матчи после летнего отпуска. Время исправить все недостатки еще будет. Игроки были скорее довольны результатами всего турнира, нежели расстроены поражением от Финляндии. В раздевалке после матча они были в приподнятом настроении. У нас в Курме очень любят хоккей, вы, наверное, сами все увидели. Мы все за вас болели и будем дальше болеть. Спасибо вам за тот праздник, который вы для нас, для всех, для кюрмяков, для болельщиков в городе. Футболисты «Звезды» одержали первую победу в текущем первенстве страны среди команд второй лиги. На своем поле пермики играли с командой Уфа-2. В первом тайме наши дважды поразили чужие ворота. Отличились Иванов и Елисеев. После перерыва гости прибавили и сократили отставание, забив с пенальти. Интрига возродилась и держалась до самой концовки. Лишь на 90-й минуте Лаук поставил точку 3-1. А вот «Звезде» 2005 победить не удалось. В чемпионате страны по футболу среди женских команд пермячки принимали столичный локомотив. В первом тайме соперники обменялись мячами, а во втором забить удалось только москвичкам. Они и победили со счетом 2-1. У «Звезды» единственный гол на счету Козыренко. И в завершение лыжном двоеборье стартовал летний гран-при. Прикамская спортсменка Стефания Надымова взяла бронзу на стартовом этапе в Германии. В составе российской сборной она отличилась в соревнованиях смешанных команд. Лучше выступили только Италия и Австрия. Кроме того, Надымовой удалось проявить себя в индивидуальных стартах. Она взяла серебро, уступив только американке Тарри Герри Тимоутс. Третье место у представительницы Германии Дженни Новак. У меня на этом все. Ждем развития спортивных событий.